Всем привет! И это новое видео, и сегодня будет обзор игры Car Russian Simulator. Это игра, которая вышла где-то сегодня утром или вчера. И сегодня на неё будет обзор. Это игра от разработчиков игры Soviet Car Simulator. На неё обзор у меня был. Ссылка вот на эту игру будет в описании в плеймаркете. Весит она немного, стоит 35 рублей. Ну как уже сказал, ссылка в описании. Так, и давайте сразу смотреть. В верхнем правом углу социальные сети видим, как с ними можно связаться. Так, тут стоит такая BMW в ангаре. Есть кнопка выхода, настройки. Можно менять пока что только графику. И всё, сейчас у меня стоит низкая графика. Телефон Honor 9 Lite. Так, и есть мультиплеер и один сервер. Так, свободный заезд. Давайте выбираем и посмотрим автомобили. Здесь их достаточно много. Так, вот есть BMW, есть характеристика у неё. Mercedes. И вот всё написано, какие машины. Чайка, вот. Волги всякие. Машинки весьма интересные. Жалко, что их только вертеть нельзя, со всех сторон посмотреть. Вот, всё известные машины. Машины в основном русские. Так, ну, вот так вот. Есть служебная машина, они ещё делятся, вот. Есть полицейские, грузовые. Газелька, Газельнекс, бычок. Вот и общественный транспорт. Это маршрутка. Обычная Газель, Газельнекс. Вот такой вот автобус, КАВС. ПАЗик старый и ПАЗНЕКС уже Новый год. Это пока что все машины. Не знаю, будут ли ещё. Так, давайте возьмём, например, Газельнекс. Вот её характеристики. Так, вот, звук настроим. И нажимаем выбрать. Начинается с загрузка. Я выбрал свободный заезд. Вот мы появляемся в городе. Вот тут можно камеру вертеть. Кстати, вообще удобно. Камеру вот вертеть вокруг машины. Всё видно. Вверх, вниз, так можно. Приближать нельзя так. Давайте посмотрим, что здесь есть. Есть кнопка меню. Можно менять цвет машины. Автомобиль его, чёрный или белый. Управление можно. Коробка передач. Тип поведения авто. Вот, даже дрифт есть. У меня сейчас здесь симулятор. Так. Рестарт. Дорожный трафик. Время суток можно выставлять. Ночь или день. Так, и кнопка выхода. Ну, тут, понятно, кнопки управления. Можем включать свет. Вот. Аварийки есть. Поворотники. Так, только как-то они отстают друг от друга. Ну, и поворотники. Так, всё понятно. Есть радио. Можно доставлять грузы. Вот вся информация. Можно менять камеру. Есть вид от первого лица. Вот так вот прикольно всё выглядит. От первого лица. Ну, мне нравится. В принципе, неплохо. Вот есть такая камера. Ну, в общем, пока что всё хорошо. Так. Можно выходить из машины. Правда, здесь немножко резко камера. Видите, я поворачиваю, она быстро аж подлагивает. И ещё я заметил минус. Когда ты подходишь к машине, её можно вот так вот толкать. А когда я первый раз сыграл, у меня вообще удовольствие прокинуть автобус. Так. И в неё сейчас будет трудно залезть. Вот это первый минус. Так. Не успеваю нажать на кнопку. Вот всё, наконец-то. И давайте покатаемся. Вот немножко подлагиваю. У меня телефон по 0.9 light на минималках играет. Вот. Ну, и сейчас должно прогрузиться более-менее. Вот ещё трафик ездит. Вот такой вот город здесь. Но людей, конечно, нету. То ещё бы нагружало игру. Так. Вот проехала Волга. Ездит разная машина. Вот есть иномарки. Так. Ну, физика такая прикольная здесь у Газири. У всех машин вот можно здесь подрифтовать так вот. Так вот правда подлагивает. Так. Ну, в принципе, игра, конечно, немного сыровата. Я думаю, её буду дорабатывать. Вот здесь всякая реклама. Магазины. Ну, с городом всё хорошо. Вот трафик дорожный можно отключать. Можем так ходить. Здесь даже можно замутить какие-нибудь рпшки. Вот. Церковь видно стоит. Всякие рекламные баннеры, дома. Вот заправка, парк. Ну, в общем, в принципе, неплохо. Мне нравится правда вот с камерой бы и нашим персонажем поработали бы. разработчики и оптимизация игра, то видите, как всё подлагивает. Это у меня ещё на низкой графике. Так. Ну, вот такой звук у газельки. сейчас вообще что-то полагать начало, если мы отключим трафик. Ну, вроде бы лучше стало, как видите. Здесь у нас какая-то стройка, вот стоит кран с плитами. Ну, вот видите, сразу лагать вроде бы перестало. Магазины у нас, вон, мост тут есть. ещё бы добавили мини-карту, чтобы можно было встретить. Так, и давайте попробуем включить режим дрифт. Вот у нас сейчас. Так. Поехали, попробуем подрифтовать на газели. Так, вот показывается скорость. 55 километров в час. А, ну да, вот. Получилось что-то. Магазин, конечно, машина не для дрифта. Так, тут какая-то интересная дорога. Вот как раз у магазина. Можно подрифтовать на газели. Вот так вот. Сейчас поедем обратно наверх. Так, ну вот, в принципе, вот всё, что я вам показал, разве что не весь город, но а то вы можете сделать сами. игра стоит 35 рублей в плеймаркете. Если будете спрашивать, вышла ли пиратка, то я не знаю, но вряд ли, потому что игра вышла только сегодня. Вот. Так, можно на газели наваливать. Ну, в принципе, режимы прикольные, на легковушке было бы классно, на этой же BMW-шке какой-нибудь. Вот так ну, в принципе, игра мне понравилась, к тому же здесь есть мультиплеер, но игра требует оптимизации. Всё же. Ну, так вот это выглядит. Всё. Ну, что ж, думаю, с игрой будут ещё работать, она будет развиваться, эта игра. Буду добавить новые возможности, оптимизации, исправления багов и многое другого, думаю, будет в этой игре ещё. Что ж, ссылка будет в описании. По игре я вам всё показал, рассказал. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. И всем пока. подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok.